В дивизионе лидер чемпионата трудовые резервы турнирную таблицу возглавляет команда «Пирания» из поселка Совхоз имени Ленина. Коллектив по всем показателям опережает своих конкурентов. Самое результативное нападение и лучшая оборона. При семи победах всего два поражения, одно из которых в первом круге первенства хищники потерпели как раз от Домодедова. Желание взять реванш наблюдалось у команды с самого начала игры. Однако после первого периода в счете с минимальным отрывом вел Домодедовский клуб. Команда «Пирания» я думаю, что это одна из сильнейших в районе команды. У них сильный состав, хорошая руководство команды. Поэтому сейчас думаю, что кто выиграет, кто будет более хитрый или более мастеровитый. Домодедов тоже команда не подарок. Я думаю, что все еще тут третий период. В самом начале второго периода нападающий Александр Новиков восстановил равенство в счете, что только подтверждало статус яркого поединка, насыщенного игровой борьбой. В ледовом дворце Артика действительно жарко. Хоккейные команды Домодедова и «Пирания» играют в равный хоккей. Об этом свидетельствует счет матча. В середине матча «Пирания» вышла вперед. Однако в конце второй-третьей игры хоккеисты клуба «Домодедова» выровняли свое положение. На перерыв перед заключительным периодом команды ушли со счетом 2-2. Тренер хоккейного клуба «Пирания» Роман Сухоруков подвел промежуточные итоги игры. Я бы не сказал, что мы стали завладевать преимуществом равной игрок, равной соперники. У них есть мастеровитые ребята, у нас есть. Пока вот так. Мнения болельщиков относительно исхода матча были неоднозначными. Каждый искал преимущество в игре своей любимой команды. Я думаю, у Домодедова побольше шансов как-то. Поактивнее смотрится на льду они. По сплоченнее, чем команда соперника. Большие шансы на победу, конечно. Но, как покажет игра, точно ответа нет. Они друг друга знают. Они в разное время вместе играли, ребята многие. Я все-таки ставлю на Домодедова. В заключительный период матча успешнее провели хоккеисты Домодедова. Сначала команда умело реализовала большинство, а под конец встречи упрочила свое преимущество еще одной забитой шайбой. Пиране потерпело лишь третье поражение в турнире, однако этим только обострил интригу в первенстве трудовых резервов. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Видное ТВ.